Дай почитать. В 2015 году в возрасте 40 лет со сборником рассказов «Женщины непреклонного возраста» и другие беспринципные истории, которая принесла ему необыкновенную популярность. В том же году был создан проект «Беспринципное чтение», концепция которого звучит так. Знаменитый актер вместе с автором читает произведения автора со сцены. Начинался проект как всероссийский, а стал международным. Чтения проходили в Париже, Берлине, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Тель-Авиве и в других крупных городах. В чтениях участвовали Константин Хабенский, Ингеборга Добкунайте, Данила Козловский, Олег Меньшиков. А в 2020 году состоялась премьера комедийного сериала «Беспринципное». Говорят, будет продолжение. И вот четвертый сборник Александра Цыпкина «Идеальный че». В него вошли повесть «Идеальный че», пьеса «Опрос. Интуиция», где события происходят на том свете. Пьеса основана на разговорах с Константином Хабенским. Она объединяет 13 историй о последнем дне жизни разных людей. Каждый из этих людей что-то не успел, не доделал, не доказал, а сейчас сожалеет. Читателю, как ангелу, надо выбрать только одного человека, и тогда этому избранному подарят один последний день жизни. Также в сборнике есть еще и новые беспринципные истории. Это книга о самом заурядном, о повседневной жизни, о поступках людей и о том часто судьбоносном выборе, который мы совершаем каждый день. Заметно, что Александр Цыпкин от юмора постепенно переходит к решению так называемых последних вопросов бытия. Особенно это чувствуется в интерактивной пьесе «Интуиция». И хотя в «Идеальном че» говорится очень много про «Идеальный че», а в пьесе про смерти во время оргазма, во время операции по увеличению груди, про смерть во время родов и во время спасения бродячей собаки рассказы написаны все в той же тональности. Хабенский, полагаясь на собственную интуицию, уверен, что у пьесы большое интересное будущее на театральных подмостках и киноплощадках. Вот и вы, дорогие слушатели, согласитесь с Олегом Меньшиковым. Когда читаешь Цыпкина, повышается настроение. Повышаем. 16+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! Дай почитать! Почитать! Почитать!